Виталий, расскажи, как прошло заседание? Заседание прошло в принципе менее часа. Правда, прокурора мы ждали два часа. Прокурор задержался на полчаса, прокурор задержался еще плюсом полтора часа. Были допрошены свидетели защиты, в принципе остался один свидетель защиты. И в следующие судебные заседания мы уже будем представлять наши доказательства, то есть доказательства страны защиты. Отдельно хочу поблагодарить от имени Гаспара, от лица его семьи, всех людей, кто помог финансово для составления протоколов обеспечения доказательств. Ролик выкладывался на Гаспара канале, мы собрали необходимую сумму для того, чтобы это сделать. Мы бы в принципе это и так сделали, но с вашей помощью это было намного легче, проще. Всем огромное за это спасибо, хочу выразить от лица, еще раз повторюсь, Гаспара, от имени Гаспара и от имени его семьи. Сейчас мы будем представлять следующее судебное заседание, это 10 января, в 10.30 начало, Ленинский районный суд, Пушкинская, 9, город Ростов-на-Дону. Мы будем представлять наши доказательства, и следующие два судебных заседания у нас будут 16-17 января. Мы будем их исследовать, будем настаивать на том, чтобы суд обеспечил явку всех потерпевших, потому что после представления наших доказательств будет ряд вопросов к потерпевшим, потому что их слова по некоторым вопросам в корне разнятся с объективными доказательствами по делу, которые мы будем представлять. То есть это с записями разговоров, с видеозаписями, которые снимал Гаспар со своего личного архива. Также мы ждем, когда Росдержава, средства массовой информации, то есть редакция Росдержавы, представит видеозаписи, которые он направлял также туда. Мы думаем, что как раз к 10 числу нам редакция предоставит уже эти видеозаписи, и мы будем их представлять в суд. В принципе, уже судебное следствие подходит к концу. Я думаю, что осталось 3-4 судебных заседания по делу, и в дальнейшем мы уже перейдем к премиям сторон. Ну, а следовательно, после премии будет приговор. Мы надеемся, конечно же, на оправдательный приговор. Правда, хотелось бы отметить, что Ленинский районный суд, заместителя губернатора Ростовской области, отправил под домашний арест, который обвиняется в тяжком преступлении. Министр строительства Ростовской области отправлен также под домашний арест. Министр здравоохранения Ростовской области тоже отправлен под домашний арест. Укажите, сумма фигурирует по ним. Какие суммы? Исходя из средств массовой информации, там у некоторых, по некоторым эпизодам, более 200 миллионов рублей хищения бюджетных средств произошло. Но опять, люди невиновны, поэтому мы утверждать этого не будем. Я говорю из-за того, что я слышал из средств массовой информации, что написано. Также недавно в ДКБ руководителя пресс-службы администрации города Ростова-на-Дону также отправили под домашний арест. То есть хочу обратить внимание, что Гаспара задержали 27 мая 2019 года. 29 мая 2019 года Ленинский районный суд неоднократно избирал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В крайний раз была избрана мера пресечения на полгода до 9 февраля 2020 года. А в этот период, тех лиц, кого я указал уже, заместителя губернатора и, в принципе, одних из самых главных должностных лиц Ростовской области, этот суд отправлял под домашний арест. Это вызывает сомнения в объективности этого суда. Почему? Потому что эти люди обвинялись в преступлениях, в тяжких преступлениях, а в океан обвиняется у нас в средней тяжести преступления. То есть до 4 лет максимальный срок наказания. Ранее не судимый, никуда не убегал, добровольно пришел на допрос к следователю, который, более того, этот следователь сказал, приходите, мы вас вызовем чуть ли не через неделю. Гаспар настоял, чтобы его допросили и 27 мая он в этот же день вечером еще раз сам добровольно пришел на допрос к следователю, причем по его настоянию. И его задержали. И одно из оснований является то, что он может скрыться от органов предварительного расследования. Сам пришел. Да, сам пришел, но может скрыться и оказать давление на следителей. То есть у нас заместитель губернатора Ростовской области, министр здравоохранения, министр строительства, получается, не имеет возможности скрыться, а в океан имеет возможность скрыться. Не имея загранпаспорта. Даже дело не загранпаспорта. У него нет материальной составляющей, чтобы скрыться. Куда скрываться? Тем более под угрозой наказания до 4 лет бегать всю жизнь от следствия. Это глупо, потому что срок производства по делу и срок привлечения к уголовной ответственности приостанавливается. То есть даже если он будет там бегать 10 лет, и срок привлечения якобы истечет, он не истечет, потому что оно будет приостановлено, и он будет в розыске находиться. Но сколько в океан, с учетом того, что у него 100 тысяч подписчиков на канале, может бегать от органов предварительного расследования? Да его вся страна узнала. Ну, то есть это такой вопрос, как бы, я думаю, каждый делает свои выводы. Мое личное мнение, что это, я уже неоднократно высказывал эту позицию, что это сделано с целью, в любом случае это ухудшает его право на защиту, потому что каждый день с адвокатами видеться невозможно. Пользоваться, несмотря на то, что у него какие-то есть документы, да, уголовно-профессуальный кодекс, но в любом случае есть интернет, у него есть свои архивы, он мог бы сам бы какие-то доказательства находить, искать, чтобы их представлять. То есть это, естественно, не то, что нарушается его право на защиту, но, по крайней мере, усложняет его защиту. Он не может созваниваться каждый день, повторюсь, с адвокатами, видеться, консультироваться. Ну, естественно, для этого все и сделано. Плюс многие понимают, что у него есть много аудио-видеозаписей, которые могут быть опубликованы и могут нанести вред сотрудникам правоохранительных органов. При этом постановление об обыске, одно из оснований это было, я указывал это в фильме, в интервью, я указывал о том, что одно из оснований этого обыска, это было то, что у него имеются аудио-видеозаписи, компрометирующие сотрудников полиции. Оказывается, в нашей стране это является основанием для проведения обыска у гражданина. То есть это так прямо написано в документе. Но мы надеемся, конечно же, на оправдательный приговор. В любом случае мы к этому идем, делаем все для этого. Но что будет и какой приговор вынесет судья, все, во-первых, в любом случае, также зависит и от нас, от доказательств, которые мы представим, от слов, которые будут сказаны на прениях, от слов Гаспаро, которые будут сказаны. Также мы надеемся, конечно же, все-таки на высшестоящую прокуратуру, что она поменяет свою точку зрения по поводу обвинений. От некоторых обвинений очевидных, абсурдных обвинений откажется, в том числе по эпизоду с инспектором ДПС Буцким, в том числе с директором автошколы Пастуховым и с Березиным. И там вообще очевидный абсурд идет, ну, в том числе и с врачом Толтаевым. Мы думаем, что все-таки прокуратура может поменять свою позицию к обвинению. Ну, время покажет. Я думаю, что до конца января уже будет приговор. Какой он будет обвинительный, оправдательный, либо частично обвинительный, ну, это уже люди, я думаю, узнают. В любом случае, это будет опубликовано на канале Гаспаро, его команда и все остальное. Так называемые потерпевшие были в суде? Ну, сегодня было два потерпевших, но один потерпевший до начала судебного заседания ушел по неизвестным и суду причинам. Суд об этом также сообщил, что ему неизвестны причины, почему нет. А два потерпевших пастухов и... Пастухов... Березис Буцкой, Буцкой, Буцкой. Буцкой вообще не явились. А врач Толтаев пришел и ушел до начала. Остался один Березин. В прошлом судебном заседании ни одного потерпевшего не было на судебном заседании. Но мы надеемся, что суд обеспечит их явку после представления наших доказательств, потому что мы хотим, чтобы суд исследовал наши доказательства вместе с этими потерпевшими, потому что есть ряд вопросов к ним. Потому что на допросе, когда вы их допрашивали до исследования доказательств, они намного говорили, что мы не помним, что вот есть записи, есть это. Ну, теперь, чтобы они вспомнили и дали вновь пояснение в рамках именно этого судебного следствия, именно в этом суде. То есть будут ли теперь показания противоречить, которые они давали на предварительном расследовании, в суду, и теперь после исследования опять в суду поменяются их показания или нет. Ну, если не поменяются, то я уверен, что частично их показания будут опровергаться аудио и видеозаписами. А тут сделают уже свой вывод и даст оценку. У нас остался только Березин. Он нам заблокировал киносъемку, видеосъемку. Ходатайство наше заблокировал своим возражением. Он как-то разъяснил свои возражения? Ну, он просто сказал слово возражаю. В принципе, он ничем это не мотивировал. И все, не хочу и все. Да, не хочу и все. Они все возражают, в принципе, и до этого все потерпевшие возражали против видеозаписи. Хотя я не понимаю, что здесь такого в этой видеозаписи. Я, допустим, не блогер, не какой-то публичный человек. На меня сейчас смотрят три камеры и меня это никак не смущает, потому что я уверен в своих словах. За каждое свое слово я могу ответить. В том числе, так же не смущает и защитников Гаспара. И никого это не смущает. Покров постоянно тоже до этого мы заявляли ходатай, что возражал. Хотя мы говорили о том, что лица будут сниматься только стороны защиты и самого океана. Поэтому мы даже ходатайствовали о том, что во время допроса оперативных сотрудников мы готовы прекращать видеозапись. То есть именно во время допроса именно оперативных сотрудников. Но почему-то, опять же, все равно суд отказывает. И сегодня вы заявили, журналисты Росдержавы заявили ходатай, что по поводу видеозаписи. Суд опять отказал, ссылаясь на оперативных сотрудников. Хотя сегодня, дело даже не в преисполнении. Вопрос один. Сегодня вот вы слышали, было допрошено 4 свидетеля защиты. И ни одного разговора о службе каких-то оперативных сотрудников, каких-то персональных данных, их не было сказано. То есть есть аудиозапись протоколирования. Я не понимаю основания. Можно было смело, чтобы именно свидетели защиты было услышано это. Люди бы услышали, какие показания дают свидетели защиты. Потому что, в случае, аудиозапись это не то. Интереснее смотреть. Также люди бы, я думаю, с удовольствием посмотрели бы на Гаспара, увидели бы его хотя бы через экраны мониторов. Обратитесь, пожалуйста, к 100-тысячным армии поклонников Гаспара, чтобы оказывали поддержку в судах. Я хочу обратиться не только к подписчикам Гаспара, но и, в принципе, к зрителям тех каналов, на которых будет опубликовано это видео. Я прошу поддерживать Гаспара. Гаспар действительно, я считаю, невиновен. Я утверждаю то, что он невиновен в совершении преступлений, которые ему инкриминируют. Более того, хочу сказать то, что когда человека по средней тяжести по преступлению до 4-х лет держат в СИЗО, когда судебная практика по всей стране складывается такая, что дают год-полтора условно. Более того, я видел даже приговоры, где людям давали условный срок ранее судимым, а Гаспар уже сидит в СИЗО. Сегодня, 27 декабря, он сидит ровно 7 месяцев, как его задержали, он сидит в СИЗО. То есть 2 дня он сидел в изоляторе временного содержания, и в 29-м он был направлен в мае именно в СИЗО. То есть 7 месяцев человек сидит, если пересчитывать это на льготный период именно по колонии-поселению, а по сути, по этому, по приговору, если он будет обвинительный, и все-таки судья сочтет, что необходимые реальные сроки должны дать колонию-поселение, то уже по льготному периоду он как будто отсидел 1 год и 2 месяца. А по этой статье, по 163-й части 1-й, людям дают год-полтора максимум, и в большинстве случаев дают условно. Ранее судимому дали 2 года условно. Есть такой приговор, это может любой человек набрать в Google часть 1 статья 163 УК РФ, судебная практика, и не с моих слов, а посмотреть, в чем люди обвиняются, сколько у людей эпизодов, и какая практика. То есть первое, я считаю, доказательство Гаспара невиновности в том, что человек по такому преступлению находится в СИЗО. Вот это первое уже, ну, вызывает очень много сомнений. Он мог бы смело находиться под домашним арестом, я думаю, в Ростовской области нашел бы браслет от ГУФСИН, который можно было бы, скажем так, закрепить, и Гаспар бы никуда не убегал. Я уверен, даже если была бы у него подписка, а не выездил бы, никуда не убежал бы, и ходил бы и на допрос, и постоянно ходил бы на судебное заседание, и выходил бы в прямой эфир, и рассказывал бы об уголовном деле. Но объясню, если бы люди видели бы Гаспара, и Гаспар бы именно призывал бы людей, я думаю, что приходило бы в разы больше людей. Естественно, мое лицо никого не интересует, люди подписаны именно на канал Гаспара. Но, к сожалению, у Гаспара сейчас отсутствует такая возможность. А вы считаете допустимым, что менее 1%, как показывает судебная практика, оправдательных приговоров? Ну, скажем так, тут менее 1%, тут как смотреть сам процент. Во-первых, у нас более 60% уголовных дел в судах рассматриваются в особом порядке, то есть люди признают вину. Я не говорю, что они признают вину, потому что они виновны, может, там на них давят, еще как-то. Ну, факт остается фактом. Вот остается вот эти 40%. У нас оправдательных приговоров больше, но, опять же, все мы видим, как те же сотрудники полиции знают законодательство. Да, я не хочу никого обидеть, но сейчас любому сотруднику полиции подойти и спросить 2 статьи Конституции, он даже 51-ю рассказать не сможет, так как она написана в Конституции. А еще задать 2 статьи, и он на них, я уверен, 99% сотрудников не смогут ответить. Но почему-то суды у нас именно по уголовным делам считают, что следователи и все, и прокуратура не нарушают законодательство, ведут дело правильно. И, ну, какая-то вот такая судебная практика сложилась, непонятная, необоснованная, мне кажется. Но факт остается фактом, и поэтому, когда спрашивают, какой шанс, что Гаспар выйдет, я могу сказать, шанс ровно такой же, сколько у нас оправдательных приговоров. Недавно руководитель коллеги адвокатов Путину задавал вопрос, будет когда-нибудь в статье 1.5, КОАП, презумпция невиновности действует на территории Российской Федерации. Я слышал, я видел это интервью, это, по-моему, Генри Резник, да, по-моему, задавал этот вопрос. Здесь даже дело не в презумпции, здесь дело, мне кажется, как сказано об ОПК, то, что каждое должностное лицо оценивает доказательства с его совокупности по своим внутренним убеждениям и совести. Здесь вопрос в совести, потому что, как оценит доказательство, вот копию расписки, как можно относиться к копии расписки, которая найдена в ходе обыска, которого, получается, не было, и даже если ссылаться на 17 мая, то этот обыск не узаконен. Как к этому доказательству относиться? Я считаю, скептически надо к этому доказательству относиться. Отрицательно, полностью отрицательно нужно относиться. Но вопрос, как должностное лицо, вот как следователь отнесся, и прокуратура, они считают, что это надлежащее доказательство. То есть они указывают, что это является доказательством. Теперь у нас остается вопрос, как суд оценит это доказательство. Вопрос даже не в презумпции невиновности, а в оценке доказательств. Потому что бывает так, что я видел такие приговоры и видел такие судебные решения, когда на черное говорят белое, на белое говорят черное. Надо же делать так, чтобы дело не в презумпции невиновности, а именно чтобы у нас была добросовестная, честная оценка доказательств. Вот это будет самое главное, потому что высшие стоящие суды, а именно касационные инстанции, надзорные инстанции, они не рассматривают вопрос доказательств в части того, как оценка дана доказательства. Они рассматривают только нарушение норм процессуального и материального права. На данный момент, в принципе, скажу так, судья не нарушает нормы уголовного процессуального закона, ведет дело добросовестно, дает высказаться стороне защиты. Да, некоторое он ходатайство не отклоняет, мы считаем их необоснованными. Мы будем писать, если нас не устроит приговор, мы будем указывать об этом и, во-первых, в прениях наших, во-вторых, мы будем об этом указывать и в апелляционной жалобе на приговор, если, повторюсь, нас этот приговор не устроит. Но, в принципе, вот, допустим, к данному суду в качестве, как ведется дело и как допрашиваются свидетели, нас вполне все устраивает, и судья, вот в этом плане он добросовестно полностью исполняет свой долг, который есть. Хотя, вот, меня смущает, что он запрещает видеосъемку. Меня смущает ходатайство о том, что он отказывает, допустим, в звонках Гаспара и его супруги. Меня смущает ходатайство, то, что он отказал, вернее, отказ его об удовлетворении ходатайства по поводу почерковедческой экспертизы в плане по копии расписки. Но, опять же, мы же не знаем, что он укажет в приговоре. Если он оправдает Гаспара и скажет, что да, действительно, это расписка, фотография, это расписки ненадлежащие, то какие тогда к нему могут быть претензии? Опять же, вот именно в этой части. Поэтому, вот, когда будет приговор, и мы увидим, какую оценку доказательством дал судья, тогда это будет, тогда вот мы можем сказать, вот судья хороший или плохой. Но именно, как ведет судья процесс, я хочу отдать должное, что многие судьи так не ведут судебное заседание. Разъяснение прав, дать возможность высказаться, высказать реплику на возражения прокурора и все остальное. В том числе, вот, ну, я думаю, вы также это видели, что судья не запрещает ничего в этом плане, поэтому это ему за это не то, что отдельное спасибо, это вот должностные обязанности. Ну, все-таки, иногда бывает так, что с этим бывают проблемы, поэтому хочу отметить это, что судья ведет себя достойно. Спасибо большое, спасибо за речи встречи. Вам спасибо, что поехали. До свидания всем. Всего доброго, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok